Друзья, с вами Арт Патруль. И сегодня мы с вами пришли на самый крутой фестиваль современного искусства этого лета – арт-лихорадка. Сегодня всех присутствующих здесь будет лихорадить от огромного количества искусства, перформансов, стрит-арта, видеоарта. Здесь будут ведущие диджеи. Здесь будет атмосфера праздника и веселья. Арт-лихорадка проходит третий раз, и в этом году она пройдет между Ленинградским и Ярославским вокзалом под крышей огромного депо. Это самый огромный купол в Москве. Давайте ощутим эту атмосферу вместе с вами. Я уверен, нас ждет много живого и интересного. Погнали! Я хочу вас познакомить с Анной Большаковой. Санечка, именно Аня три года назад создала этот фестиваль для нас всех – арт-лихорадку. И вот она проходит третий раз. Анют, как ощущение, все только начинается. Ты столько готовила, я знаю, сколько сил ты вложила в это. Я готовилась больше года. Полгода я искала многоплощадку, и я очень довольна, потому что у нас супер-классное место. Это старейшее депо паровозное Москвы с гигантским куполом, самым большим куполом в Москве. Мы сейчас с вами находимся в зоне, которая называется музыкальная гостиная. Да, хочется отметить сразу, что эта зона сделана просто потрясающе, потому что вот эти вот стога сена навалены повсюду, ковры, чил, в воздухе запах ладана и всяких смесей. На веревочках висят музыкальные инструменты. Скоро будет импровизация, и гости смогут играть на этих музыкальных инструментах, подыгрывать в такой музыкальный джем. Мероприятие образующее, составляющее арт-лихорадки. Вообще то ради чего, наверное, ты придумала этот проект. Это правда. Это продажа работ молодых художников по экстремально низким ценам. Мы демпингуем, и в первый раз мы будем проводиться в формате аукциона. Решили попробовать. Площадка продиктовала под куполом, в микрофон с ведущим. Я очень рада, потому что многие люди, которые не задумывались о том, чтобы коллекционировать или покупать современное искусство, на моих мероприятиях делали это впервые. Ну что, я тогда желаю нам всем сегодня удачи. Ты огромный молодец, я тебя поздравляю. Спасибо, что делаешь это для города и для современного искусства России в целом. Я так понимаю, это твой перформанс, связанный с экологией. Очень интересная задумка. Мне очень интересно, что будет, когда ты покроешь уже до конца пойдешь? Ну мы пойдем до конца, постараемся закончить это все дело. Расскажи немножко вообще про идею. Идея в том, что это использованные бутылки, это в том сырье. Вот, и мы как бы даем ему другую историю, мы создаем из него витраж. Витраж мы взяли в реплику Нотр-дам-де-Паре. И в конце это будет все утилизировано опять. Отсылка вот к тому, что он недавно сгорел, да? Часть задняя. Хорошо, расскажи, какое количество бутылок вообще использовано? Где-то их все собирало, да-да-да. Это помогали волонтеры собирать. Здесь где-то 4 тысячи бутылок. 4 тысячи было? Да, да, уже уложены 2 тысячи. И с половиной будут еще сверху. Да, мы надеемся еще 500 будут, и тогда мы закончим, дойдем на крышу. А дальше не пойдешь? Нет, все, ребята. Я взаимодействую с растением и даю ему видеть, оно становится, оно понимает, что есть люди вокруг, что есть коммуникация. А он только с тобой разговаривает или со мной тоже поговорит? Можешь не поговорить. Что нужно делать? Я могу зайти? Да, можно зайти вверх. Ну, здравствуй, брат. Как ты? Слышишь его? Я слышу. Он как ребенок, он совсем маленький, и ему нужно обучать всему. Привет. У тебя тоже растение разговаривает? Да, сейчас начнем. Сейчас начнем. Он сейчас говорит, привет. Есть имя? Или тоже не дали? Я еще не могу с ним говорить. Пока нужно очистить, и меня нужно очистить. Я тебя понял. Каким образом происходит взаимодействие между тобой и им? Как ты его чувствуешь? Я должен вжиться в него и попробовать ощутить его как абсолютно живое существо, и попробовать прожить это состояние, как бы быть им. А как думаешь, растение бы смогло вжиться в тебя и прожить твою жизнь? Людскую? Я думаю, что мы с растением изначально это одно и то же, и только наше сознание проводит эту границу. В принципе, мы совсем абсолютно одно и то же. Сначала мы выкидываем маленькие вещи и думаем, что ничего не меняется в мире. Мы выкинули маленький мусор, и он исчез. На самом деле это не так. Сначала мы выкидываем чуть-чуть, потом это накапливается, становится все больше. И в конце концов произойдет великий коллапс. И люди, наконец-то, может быть, поймут, а либо не поймут, потому что все умрут, что необходимо перерабатывать мусор, а не выкидывать его на свалки и не отправлять на мусоросжигательные заводы. Парни, for you, for you. Ребята просто, они охуительные диджеи и стрит-артисты. И сегодня на арт-лихорадке ребята тоже для нас будут играть и уже сделали стрит-арт. Черная полоса или белая у вас сейчас, пацаны, в жизни? Белая. Они чередуются, как бы. Поэтому рельсы шпалы. Рельсы шпалы. Что? Расскажи, почему так решили сделать этот ангар именно с зеброй? Ну, это уже какая-то сложилась исторически. Фишка такая фирменная уже. Делать такие абстракции. И сейчас уже это более абстракция, но тоже все-таки суклоновой иллюзией, потому что черные и белые полосы. А, то есть это вообще, это типа вашего фирменного стиля? Если видишь в городе черные и белые полосы, скорее всего, делали. В городе нет, это чисто оформление для спалов, для мероприятий. Ты сделала этот внутренний двор? Да, мы вместе с Филоновым, Андреем, с командой докурировали этот двор. Расскажи, пожалуйста, про идею, по концепцию этого двора, потому что очень интересно. Основная концепция – это музыка как искусство. И возможность импровизировать, и возможность стать частью импровизации. И вот Андрей Филонов, как раз-таки, это его инсталляция. Мы видим здесь различные музыкальные инструменты, которыми можно будет воспользоваться в процессе. Вот сейчас начнется как раз-таки Глеб Андреянов, Level 2 Music Club. И можно будет подыгрывать и стать частью, собственно, такая музыкальная инсталляция. Вот, и в этом, собственно, суть, то, что ты становишься частью, да, ты расслаблен, ты в среде, и ты становишься таким же музыкантом, как музыкантом на сцене. Друзья, арт-лихорадка в самом разгаре. И вот сейчас вы видите очередь позади меня. Это очередь на регистрацию, на участие в аукционе, который начнется уже буквально через полчаса. Очень приятно видеть, что так много желающих. И нужно поймать момент и купить именно сейчас. И люди это понимают, и это очень круто. Все, ребята, за пальцем. Вернее, на пару вопросов. Движение 2014 года. Холст, агрейм 40 на 10 сантиметров. Так, в общем, не так, шесть тысяч. Шесть тысяч рублей. Шесть тысяч раз. Шесть тысяч два. Шесть тысяч три. Шесть тысяч. Спасибо вам, что я за просмотрю. Номер 13. Вынимаем на целую. И работаем за свое движение. Лот номер два. Погодушу. Друзья, ну что, аукцион в самом разгаре. Уже продалось 7 лотов. Очень приятно смотреть, что люди реально участвуют. За порядка 5-6 коллекционеров, которые еще не работают. Мне тут уговаривают, кто же поучаствует. Есть у меня тут один любимчик. Этот определенная картина 10 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, 11 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, 12enta, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Кто это сам? 21 тысяча рублей 21 тысяча рублей 21 тысяча рублей 22 21 3 24 24 Ну что, ребята, как настроение? Шикарно, шикарно! Друзья, начинающие, молодые коллекционеры, и что самое приятное, все как один мои друзья! Ребята, я не знал, что вы так любите искусство! Конечно! Почаще приходите в галерею! Как настроение? Шикарно! Просто шикарно! Три разных художника, три разных работы, на самом деле продается все! Аукцион в самом разгаре, мне кажется, уже сумма перевалила за 500 тысяч по моим подсчетам точно! Почему вы решились? Давай ты, Анют! Что это для тебя? Я просто мечтала начать коллекционировать современные искусства, но в первую очередь это поддержка художников, это очень важно, мне кажется, поэтому я очень счастлива! За сколько тебе удалось забрать свой лот? Намного дешевле, чем я рассчитывала! Это очень важно, и это очень приятно! Лига, что у тебя? У меня, если честно, просто ёкнуло сердце на этот такой, он такой лиричный, что я не смогла удержаться! Изначально я не рассчитывала участвовать в аукционе, но ёкнула и что тут поделать! Но ты чувствуешь вот сейчас такое наслаждение внутри? Да! Заряжает, да! Ты избавилась от ненужных денег и получила в подарок вечность искусства! Безусловно или так! Так, дорогие мои, прекрасная моя пара Георгия и Панны! Так, ну ты понятно, почему купил, потому что Паня, у Гоши не было выбора, понимаете, мужская доля, она тяжелая! Паня, почему ты сагитировала Гошу на эту работу? Когда ты покупаешь искусство, это не только какое-то вложение в инвестиции, это не только поддержка художника, ты покупаешь то искусство, которое нравится тебе, и твоя коллекция, отражение тебя! И мне кажется, что работа, которую ты покупаешь, это свое зеркальное сознание, и поэтому очень важно иметь какую-то частичку, которая не только в тебе, но и возможность показать ее окружающим! Это может сделать очень вкусно! Хорошо, а почему этот лот? Потому что, вот как я уже сказала, ёкнуло, и Гоша меня поддержал, видимо, я надеюсь, у него тоже ёкнуло! У Гоши ёкнуло, это сразу, это чувствую! Гоша забрал один из самых дорогих лотов за сегодня, между прочим! А у тебя ёкнуло? У меня очень ёкнуло! Друзья, у всех ёкнуло, это главное! Коллекционируйте искусство и будьте счастливы! Я вас всех поздравляю, ребята! Это вот брат, поздравляю! Лига, паечка! Лига, паечка! Здорово, парни! Здорово! Приятно познакомиться. Вот ответьте мне на один вопрос сразу. Почему стрит-арт и уличные художники не участвуют в аукционе? Мне кажется, это несправедливость, мужик. Потому что я лично люблю очень стрит-арт. Мне кажется, вы тут расписываете. А там продаются. Чувствуешь? Мы на самом деле хотим исправить эту несправедливость. Познакомились с организаторами борщ-галерии. Хотим показать свои работы. У нас есть большие холсты. Мы любим монументальную живопись, которая нормально масштабами может впечатлить тебя. И эмоционально много тебе дать всего такого. И я думаю, что, скорее всего, у нас получится немножко дополнить это. Дай бог, в этом вам удачи. Разная аудитория совершенно. Безусловно. И вообще стрит-арт труднее приобрести. Давайте будем честны. Если это, допустим, на стенке сделать. Если это холсты, то да. А если на стенке ты же стену не увезешь с собой. Давайте немного поговорим о вашей работе, о монументальной. Чем-то даже напоминает номерзу, да? Никита, привет тебе, брат. Может быть, знаете его из Нижнего Новгорода? Конечно, Никита, мы знакомы с ним, респект. В общем, нас немножко просили сделать в определенном русле, направлении, мотиве, вот эту работу. Потому что здесь все очень взаимосвязано. Депо, РЖД, все вот эти дела. Мы сделали, конечно, поезд. Мы изначально хотели нарисовать собаку. Знаешь, есть выражение, типа, ну да, электричка, собака, да, да, да. И у нас, типа, такая овчарка в оранжевом жилете, такая сидела, типа, такой вообще конкретный, контемприар, да. Но мы немножко не смогли это сделать, потому что не совсем подходит тогда под формат, знаешь, РЖД. Может, они подумают, мало ли, глумятся или что. Мы просто хотели поиграть с образами. И ты сделал Сапсан? Ну, мы сделали, да, собаку просто в ее банальном понимании, да, а в остальном, как бы, нас не смогли приручить. На самом деле мы так же, как и люди с академическим образованием, умеем рисовать, пользоваться перспективой, светотенью, все это мы знаем. О, это круто. Мы просто любим немножко другое, да, у нас вкус отличается, это все вкусовщина, и этим нравится супрематизм, нам нравится вайлл стайл, да, как бы. И мы, как уличные художники, которые привыкли бороться за свое слово, мы навязываем, да, к сожалению. Да, это уже манифест пошел. Да, да, это и есть. Это наша тема, поэтому мы ее качаем, толкаем и всем, всем показываем. Ну, я желаю успеха, вам, тебе очень приятно познакомиться, бро. Спасибо. И подписывайся на Арт Патруль обязательно. Никита, привет. Привет. Друзья, я уверен, вы знаете этого человека, Никита Забелин, ведущий российский техно-диджей, исполнитель. Спасибо, что поддержал фестиваль Арт Лихорадку, спасибо, что поддержал современное искусство. Что ожидаешь от этой публики? Кстати, их стало даже больше, они, наверное, пришли под тебя, твои люди. Я ничего не ожидаю, я делаю это регулярно. Любимое дело. Да, и мне это нравится, поэтому поделюсь своими какими-то внутренними эмоциями. Через музыку. Через музыку. Что-то по программе расскажешь, что сегодня ты будешь играть? Классическая программа Теслы в обновленном виде, с улучшенным звуком. Но в целом это как проект, который постоянно развивается, поэтому каждый раз я приношу у него что-то новое. Сюжет, это круто. Но ты когда-нибудь играл для такого количества художников, честно? Вспомни. Наверное, нет. Вот это, потому что это особенные люди. И мне кажется, все почувствуют друг друга. Просто Тесла это такой всегда эксперимент. Несмотря на то, что программа заготовлена заранее, все равно для меня важен именно коллективный опыт, который получится в результате увиденного. То есть это и было основой, в принципе, Теслы, что есть эти молнии яркие, как и вспышки, что люди не могут остаться безучастными, даже если им не нравится музыка или я. Всегда кто-то кому-то не нравится. Никит, спасибо тебе еще раз, что приехал. И уверен, что ты разорвешься, как ты это обычно делаешь. И очень приятно с тобой познакомиться, братан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, вы все видели сами. Современное искусство живет и жить будет. На самом деле, я лично безумно счастлив. Я не думал, что аукцион наберет такие обороты, и что практически все лоты будут распроданы. Это говорит о том, что у нас появляются молодые коллекционеры, кто готов тратить и вкладывать в искусство, кто понимает, что это инвестиция. Я считаю, что арт-лихорадка 2019 удалась и состоялась. И очень надеюсь, что совсем скоро мы побываем с вами на новой арт-лихорадке. И продастся еще очень много картин, и откроется еще очень много новых художников. Любите искусство, друзья? Подписывайтесь на Арт-Патруль и будьте счастливы! Субтитры сделал DimaTorzok